МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впрочем, появление рэпера Фифти Сента на сцене скрывалось до последнего момента. Вместе с ним Супер Боул своим 14-минутным шоу раскачали МНМ, Доктор Дре, Мэри Джей Бладч, Кендрик Ламар и Снуп Дог. Легенды устроили первое хип-хоп-шоу в истории Национальной футбольной лиги. Многие люди вообще были против хип-хопа на этом шоу. Теперь отдыхайте. Всего несколько недель назад я думал, ну, почитаем рэп и все, а потом пришел на первую репетицию и поразился оформлению шоу. Выступление спродюсировал Доктор Дре, который потратил из своего кармана 9,8 миллиона долларов. Артисты не получают от НФЛ никаких гонораров. Кстати, самые дорогие билеты на Супер Боул в этом году стоили более 100 тысяч долларов. И судя по фото от Entertainment Tonight, их себе купили Джастин Бибер и его жена Хейли, модель Кайли Дженнер и, конечно же, рэпер Дрейк. Ну а теперь от Супер Боула к супер-историям из реальной жизни. 70-летняя профессор Кэрол Мэг написала в Твиттере, что развелась со своим мужем после 40 лет совместной жизни из-за его измены. А затем она нашла свою новую любовь, причем на сайте знакомств, и недавно вышла за него замуж. В общем, действительно, любви оказались все возрасты покорны. Ну а в России тем временем случилась еще одна нетривиальная история. Уважаемый мистер Тарантино, мы знаем вашу любовь к русской литературе. Знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Вот такое видеообращение записали жители российского города Касимов к голливудскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой помочь сохранить дом дяди Бориса Пастернака, который пострадал при пожаре. Ролик набрал 100 тысяч просмотров, и в нем активисты говорят, что надеются на любовь Квентина Тарантино к русской культуре. Однако власти отреагировали чуть быстрее. Как сообщили на сайте Риас Пресса, чиновники переведут дом в статус нежилых и объявят тендер на его реставрацию. Так что Тарантино может спать спокойно. В общем, кажется, что чем ближе весна, тем необычнее события происходят в мире. А у нас на этом все. Вы смотрели Агентство Хороших Новостей. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова